МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Грудно+. В студии Александр Латынин. Сегодня в нашем выпуске. 70 лет на страже закона. Управление внутренних дел Грудинского облсполкома отметило юбилей. Экологический транспорт объединяет соседей. Велосипедный пробег Грудно-Друзкиненка и стартовал сегодня по новому веломаршруту в Пышках. Чтобы проблемы с зубами не портили настроение, врачи-имплантологи провели международный конгресс под Грудно. 70 лет на страже принимания. В эти дни Управление внутренних дел Грудинского облсполкома отмечает юбилей. Празднование важной даты в жизни грудинских правоохранителей. Началось возложение цветов к мемориалу милиционеров, погибших при исполнении служебного долга. А завершилось торжественным вечером в областном драматическом театре. Очередные звания и погоны, грамоты и ценные подарки из рук первого заместителя министра внутренних дел Беларуси Валентина Михневича, к слову бывшего начальника Грудинского УВД. Все подробности в следующем сюжете. В городе над Неманом прошли торжественные мероприятия, посвященные 70-летию УВД облсполкома. На митинге начальник управления внутренних дел Вадим Синявский вручил лучшим сотрудникам милиции награды МВД Республики Беларусь, облсполкома и областного совета депутатов. Сегодня можно с уверенностью сказать, что славные традиции правоохранительных органов нашего региона приумножаются. По словам Вадима Синявского, в истории Гродненской милиции есть много ярких примеров проявления доблести и героизма, самопожертвования и верности присяги, честности и неподкупности. Участники торжественного митинга возложили также цветы к памятнику погибшим сотрудникам органов внутренних дел. Праздничные мероприятия в честь 70-летия УВД облсполкома продолжились торжественным вечером в Гродненском областном драматическом театре. Поздравить и наградить собравшихся приехал первый заместитель министра внутренних дел Беларуси Валентин Михневич. Он отметил, что та работа, которая проводится правоохранительными органами, дает свои положительные результаты. Гродненская милиция всегда высоко держала марку, и сегодня это продолжается. Поэтому я хочу сказать, что к 70-летию действительно они подошли с хорошими, традиционно положительными результатами работы. Но больше всего работу оцениваем не мы сами себя, мы уже давно ушли от этого оценивать население. Поэтому мы всегда говорим, если люди сегодня говорят, что сегодня спокойно, что можно ходить гулять на улицах нашей деревни и городов, значит мы оцениваем себя положительно. Как было сказано, добросовестность в исполнении служебного долга, готовность всегда прийти на помощь человеку, попавшему в беду, защитить его от преступных посягательств – это те неотъемлемые качества, которыми должен обладать сотрудник органов внутренних дел. Помимо праздничной программы, каждый желающий смог познакомиться с историей и современностью гродненской милиции, посетив специальную выставку. Евгения Филиппова, Андрей Шмыгин, Сергей Печерица. Новости Гродно+. Любители и профессионалы, работники гродненских организаций и чиновники приняли сегодня участие в велосипедном пробеге Гродно-Друзкиненкай. Это совместный белорусско-литовский проект, целью которого является создание в лесопарковой зоне Пышки экологичного веломаршрута. Сегодняшний пробег положил старт проекту. Завтра его участники пересекут на велосипедах границу с Литвой. Тему продолжит Юлия Косила. Экология сегодня в моде, поэтому так активно в последнее время развивается велодвижение. Один из таких проектов уже реализовался, и его название «Экологический транспорт, объединяющий соседей» полностью оправдано. Сегодня в Пышках открылся новый веломаршрут, испытать который решили неравнодушные к велосипедам люди из Гродно и Друзкиненкая. Такая велосипедная дорожка в первую очередь предназначена для туризма, а в будущем и для соединения нашего города с Литовским. Первый шаг уже сделан, однако в планах создание не просто велотрассы, а комплекса туристических услуг. Вдоль дороги Гродно-Друзкинка и справа тамперстороны может появиться асфальтовая часть. А вот в лесу, я думаю, что если хорошо спланированная, отсыпанная, конечно, безопасная тропинка, по ней в одно удовольствие покататься любому активному туристу. Поэтому такой маршрут у нас спроектирован, мы его доделаем. Здесь в лесу будет, в лесопарке Пышки будет 12 мест отдыха, и вдоль Немана, на вот этой велодорожке, мы ее назвали Райгород, на ней еще появится еще 4 места отдыха. Новый веломаршрут составляет около 8 километров и проложен так, чтобы велосипедисты помимо дороги могли увидеть и красоту гродненской природы. В велопробеге поучаствовали не только любители экологического транспорта, но и представители власти, что сразу на месте позволило найти новые пути по обустройству веломаршрута. Проложена магистраль основная, что по ней можно отдыхать на велосипеде, ну и прогулочные аллеи в том числе. А сегодня, когда она есть, уже задача города, и это станет очевидно буквально завтра, что нужно ее нагружать чем-то, объектами. Все природные условия есть для того, чтобы здесь организовать нечто индивидуальное у других. Можно сказать, нам, горожанам, повезло, что у нас есть такие природные условия в центре города. В связи с открытием такого маршрута в Пышках появились новые идеи по развитию велотуризма, но и вспомнились многие проблемы. Как оказалось, в Гродно катастрофически не хватает велосипедов на прокат. На город их всего 65, а должно быть хотя бы 700. Не хватает и велодорожек, хотя в последнее время в городе сделали многое для удобства велосипедистов. Подтверждением стал белорусско-литовский велопробег. Отличная идея, хорошая задумка. Главное, чтобы более стремительно все это дело развивалось, потому что уже давно город востребован в такой инфраструктуре. Очень не хватает велодорожек. Даже те, которые есть, они не совсем велодорожки. Когда раньше мы ехали по дороге, это было намного удобнее. Из одного района города в другой переехать. А сейчас из-за того, что по правилам дорожного движения мы должны придерживаться тротуара. Это намного сложнее начало делать, особенно если на тротуарах много народу. А так, конечно, если бы были эти велодорожки нормально развиты, то было бы очень хорошо. Завтра, 14 октября, велосипедисты пересекут белорусско-литовскую границу, чтобы положить начало велотуризму между Гродно и Друзгененкаем. А в будущем уже построенный отрезок дороги в Пышках наверняка станет началом большого пути до Прибалтики. Юлия Косила, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+. Голливудская улыбка от мечты до реальности. Международный конгресс провели в эти выходные стоматологи. В мероприятие приняли участие имплантологи из Беларуси и России. Какие причины сказываются на здоровье зубов? Как вовремя обратить внимание пациента на проблему? И главное, что делать, если годы и здоровье уже взяли свое? Такие вопросы стояли в центре внимания участников конгресса. Ну а более подробно в репортаже нашей съемочной группы. Теплым выходным днем, полюбоваться золотой осенью и на этом фоне обменяться опытом, устроить мастер-классы и познакомиться с передовыми технологиями в своей профессии, под Гродно, живописную усадьбу Тезингаус съехались ведущие стоматологи Беларуси и России. Цель у всех одна – как людям, безнадежно утратившим зубы, провести с помощью новейших технологий протезирования и вернуть их к полноценной жизни. Это новая качественная ступень в протезировании, потому что дентальная имплантация позволяет нам сохранять свои собственные зубы и восстанавливать дефекты. И это замечательно, потому что человек не теряет, а приобретает. И данный конгресс – это такая площадка для международного общения с людьми, которые уже умеют, уже делают. И с людьми, которые начинают. Или врачи, которые только-только что-то начали делать, но уже допустили ошибки. Это площадка, на которой мы сегодня обсуждаем вопросы, перспективы, новшества, ошибки. И в конечном счете все это служит для того, чтобы улучшить качество оказания медицинской и стоматологической помощи на Гродничине. Насколько высок интерес к этой проблеме, говорит сама география участников мероприятия. Здесь не только специалисты столичных клиник, но и представители различных райцентров. Все они внимательно слушали лекцию и советы ведущего европейского имплантолога, доктора Стефана Иде из Австрии. Преимущество этой методики является то, что нам необходимо меньшее количество костей, она дешевле для пациентов, и пациент обретает сразу же оживательную функцию, что очень важно для них. Раньше имплантология была только для очень богатых пациентов, а с помощью этой методики она распространяется для более малообеспеченных людей. Я учу именно специалистов, которые обеспечивают протезированием пациентов, помогают, способствуют успешной работе врачей-хирургов и ортопедов. На Конгрессе разбирались конкретные клинические случаи. Демонстрировалось множество иллюстраций. Учеба уже сегодня, как подчеркнули гости, позволит белорусским стоматологам успешно применять новейшие технологии и даст возможность подарить сотням людей лучезарную улыбку хороших зубов. Всегда надо учиться чему-то, совершенствоваться в своей работе, познавать что-то новое, узнавать от других людей, причем от людей из других стран, о том, как делается за рубежом, как делается в Германии, как делается та же имплантация в Москве, как делается у нас в Беларуси. Сравнить себя на фоне других, чему-то новому поучиться, узнать о каких-то ошибках, узнать что-то новое, о каких-то новых методиках. Поэтому совершенствоваться доктору нужно всю свою жизнь, и поэтому мы проводим вот этот конгресс здесь у нас у себя, в городе Гродно. В Беларуси не будет резкого повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг. Об этом заявил журналистом начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко, передает Белта. По его словам, Минжилкомхоз полномерно работает над повышением качества оказываемых услуг и снижением их себестоимости. Один из удачных экспериментов – работа хаосмастеров. Внедрение специалистов по комплексному обслуживанию и эксплуатации многоквартирных жилых домов направлено в первую очередь на снижение норм времени, норм труда и улучшение качества оказываемых услуг за счет того, что на вверенном участке так называемый хаосмастер выполняет весь комплекс основных работ по техническому обслуживанию. Никто другой за него это не сделает, и его премиальные будут зависеть от его работы, подчеркнул начальник управления. Возле Южного рынка нашли труп неизвестного мужчины. Как сообщает Грудинский интернет-портал, в субботу утром тело было обнаружено. Его нашли на улице Звездная, недалеко от Южного рынка. По заключению медиков, мужчина пролежал в траве более суток, прежде чем прохожие обратили на него внимание и позвонили в скорую помощь. Мужчине на вид 45-50 лет. Он лежал между проезжей частью и забором здания, недалеко от гаражей. Был произведен осмотр карманов на наличие каких-либо документов или других вещей. При нем был обнаружен телефон Нокио и пачка сигарет Монте-Карло. Предположительно, пролежал сутки и более. Признаков насильственной смерти не обнаружено, однако причину смерти установит Следственный комитет, завершив все необходимые процедуры. Сотрудники ГАИ Гродно провели операцию «Фильтр» на въезде в город. С помощью мероприятия сотрудники ГАИ ищут пьяных, которые сели за руль автомобиля. Инспекторы останавливают почти 100% проезжающего мимо транспорта, оценивают состояние водителей и проверяют наличие документов. В субботу утром на въезде в Гродно со стороны трассы М-6 в течение трех часов проводилась операция. На этот раз, кроме документов, проверяли содержимое багажников. За время проведения операции сотрудники ГАИ выявили трех бесправных водителей. Было зафиксировано свыше 40 нарушений ПДД. Пьяных за рулем обнаружено не было. В первую половину недели в Беларуси сохранится теплая погода, а к концу ожидается существенное похолодание, сообщает Белта. На предстоящей неделе ожидается неустойчивый характер погоды, больше дождей. Завтра погода будет определять теплая воздушная масса. В среду дожди распространятся на большую часть страны. Похолодает в Беларуси с четверга. С территории Польши придет атмосферный фронт, вслед за которым начнет поступать холодный воздух с северных широт. Температура будет понижаться. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. В пятницу также прогнозируются осадки. Ночью и утром местами туман. Дневная температура воздуха покажет около 13 градусов. Пик холода придется на выходные дни. Так в субботу ночная температура воздуха понизится до плюс 1,8 градусов. Местами прогнозируются заморозки до нуля минус трех. Днем будет плюс 4,11. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. В воскресенье ночью на большей части территории страны прогнозируются заморозки до нуля минус 5 градусов. Днем ожидается до плюс 12,15, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ощущение холода усилит северный ветер. Еще больше информации вы всегда сможете найти на нашем сайте. О новостях спорта расскажет моя коллега Анастасия Бояринцева. Я с вами прощаюсь. Приятного вечера. Здравствуйте. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Георгий Кондратьев решил покинуть свой пост после неудачного старта в отборочном цикле чемпионата Европы 2016. Об этом наставник заявил в Борисове после проигранного матча с Ловаком со счетом 1-3. По мнению тренера, вина за невыразительную игру команды лежит на нем, и поэтому он намерен уйти из сборной. Перед началом квалификационного турнира перед футболистами была поставлена задача пробиться на Евро-2016. Но после того, как в трех стартовых поединках было набрано всего одно очко, попасть в число 24 участников в финальной стадии практически нереально, считает Георгий Кондратьев. На чемпионате Беларуси по хоккею в Экстролике состоялись матчи 14-го тура. Победы в них одержали команды, которые принимали соперников на своих площадках. В центральном матче тура «Металлургу» удалось переиграть действующих чемпионов страны хоккеистов Немана 3-1. После того, как соперники обменялись заброшенными шайбами в первом периоде, «Стальные Волки» вышли вперед на экваторе поединка. Для грудниц это поражение стало вторым к ряду. В прошлом туре они в гостях уступили Гомелю, а до того одержали в чемпионате 9 побед подряд. Следующие матчи команды экстралиги состоятся 14 октября. Завершился 24-й чемпионат Республики Беларусь по хоккею на траве среди женских команд. В этом году грудницкий рейтмозот вернул лидерство и стал в 22-й раз чемпионом страны. Вторыми оказались хоккеистки Минска, а бронза досталась барановической команде «Текстильщик Баргум». По результатам первенства были названы лучшие игроки. Ими стали и три представительницы грудницкой команды – Светлана Богушевич, Ирина Казачок и Татьяна Кечель. Сейчас хоккеистки Ритма готовятся к новому сезону по зональной разновидности хоккея на траве и индор-хоккею. Первым ответственным турниром в этом году будут соревнования в Праге, которые пройдут с 21 по 23 ноября. В очередном рейтинге женской теннисной ассоциации произошли лишь минимальные изменения. Виктория Азаренко, которая досрочно завершила нынешний сезон и восстанавливается после травмы, по-прежнему занимает 24-е место. В первой десятке польская теннисистка Агнешка Радваньска обошла канатку и поднялась на 6-е место. А на этом у меня все. Болейте за наших. До встречи.